всем привет в этом видео я вам расскажу о том целесообразно ли ставить на китайскую пилу потому что мало кто такого видео показывает но целесообразно ли ставить на китайскую пилу то есть полностью китайский корпус полностью китайскую пилу вставить цилиндропоршневую группу оригинальную насколько это целесообразно насколько это вообще интересно и вообще насколько это нужно значит сразу же такое отступление скажу что важно для того чтобы поставить поставить конечно же можно но отступление скажу быть можно ли это реально сделать но есть одно но вот значит но заключается в том что на китайских картерах на китайских пилах подобного 200 250 штилю там 210 230 250 подобных именно версиях здесь есть некоторые моменты которые ну как бы надо знать того чтобы все таки это все работало первое из моментов это естественно сама поршневая сама поршневая то есть если вы меняете сам цилиндр без поддона если вы не оставляете китайский коленвал на что надо обратить внимание именно когда ставите значит поршневую то есть первое это конечно посмотрим подойдет ли данный коленвал к данной поршневой ставить буду поршневую бушную 0 25 штиль ну то есть грубо говоря 250 пила но вот значит что важно первое это обратить внимание на коленвал он должен быть по размерам очень похож желательно чтобы был такой же как и на подобных пилах то есть 250 м штиле в данном случае значит также второе важно катушка зажигания катушка зажигания китайская вот она вот так выглядит без всяких надписей штиль и так далее то есть она тоже имеет то есть может немножко не в такт работать но поэтому также надо смотреть на катушку зажигания именно на то как она будет работать с данной поршневой значит по также значит карбюратор сам по себе значит карбюратор тоже должен быть по аналогии под 250 и 230 штиль под по аналогии то есть работать так по сути говоря и сделан быть тоже сессии разбираем карбюратор то он будет должен быть один в один такой же и по зазорами по всем остальным то есть желательно чтобы именно принцип работы именно данного карбюра то было такое как на 250 вот и все дырочки все остальное все сделано также ну вот данном карбюраторе стоит даже ускорительный насос вот карбюраторных называется у нас значит HLHTC а нет HLHEC вот такой вот карбюратор HLHIC вот такой вот карбюратор но абсолютно китайский так он вот внешне вроде по аналогии но имейте ввиду что если вы будете данное дело делать то вот именно на китайский картер будет ставить оригинальную поршневую очень важно именно вот эти три вещи то есть коленвал карбюратор и катушка зажигания но естественно картер посадочные места как правило места все одинаковые поддон но вот но вот это мы потихоньку ну как бы поймем значит это целесообразно опять же делать только для себя например или делать если вы это уже делаете то делать для какого-то близкого там знакомого там почему потому что ну как правило не целесообразно ставить оригинальную поршневую на китайские пилы значит почему ну потому что ну во первых невыгодно во вторых скажем так много чего надо подгонять немножко подгонять и смотреть чтобы все было четко вот и также бывает что периодически надо поменять карбюратор то есть бывает такое что карбюратор данный карбюратор просто не работает вот с данной данным типа поршневой значит предыстория именно данной пилы значит здесь вот такой вот стоял цилиндр здесь поршень на 38 то есть здесь у нас 42 грубо говоря да а здесь 38 немножко они разнятся это первое что в чем разница между поршневой ну китайская поршневая уже пришла него не в негодность но вот и также немаловажно именно в данных пилах спросить у клиента или там спросить у того кто пользовался данной пилой сколько она от него принципе проработала и как она работает данная пила в принципе работала у клиента отлично без проблем работала хорошо и в общем то никаких у него проблем не было до до приходы негодность уже цилиндропрошневой группы то есть она работала исправно отлично никогда с ним проблем никаких не было это тоже очень важно почему потому что китайец китайцу рознь значит первым делом что вот для проверки коленвала именно надо что значит вот есть у меня оригинальный коленвал штиль 250 и неоригинальный коленвал сразу же говорю здесь на неоригинальных значит коленвалах как правило посадочное место под подшипники всегда разбит то есть вот так вот я спокойно вручную могу это дело внутрь на сам вал вот сюда вот на шейку спокойно но проходит здесь же на оригинальных коленвалах и даже на новых именно китайских коленвалах все нормально пока они не поработают здесь же у нас на оригинальном коленвале то есть он туда обратно дальше не идет то есть надо посадить только на горячую набивать нельзя либо садить на горячую либо значит под пресс два варианта бить нежелательно вот вот это первая у них проблема то что вот именно вот это посадочное место вот и спокойно двигают эти подшипники такого быть не должно поэтому здесь будем делать напайки напайки у меня на прошлых видео были ну если хотите еще раз могу сделать значит значит второе надо соизмерить со измерить вообще в принципе вот эти два коленвала есть их надо проверить и понять насколько они вообще в принципе один идентичны скажем тогда мы с вами сделаем следующее значит мы с вами померяем несколько как бы насколько эти коленвалы схожи значит первое что мы меряем это шейку вот именно вот эту часть сам шатун для того чтобы его померить мы берем штангель церковь и меряем на оригинальном коленвалу у нас значит 71 миллиметр меряем китайский на китайском коленвалу у нас тоже 71 то есть он нормальный в данном случае в вашем случае может быть другой значит дальше что важно померить важно померить вот эту часть хотя как правило если вы берете значит игольчатый подшипник который должен идти в комплекте вы берете новый например поршень новый поршень к нему то берете уже с поршня палец вставляете игольчатый подшипник на свое законное место и устанавливаете палец люфтов вот здесь вот не должно быть или он не должен быть очень минимальный то есть вообще минимальный в данном случае все хорошо но на всякий случай можете например взять вот этот же игольчатый подшипник поставить вот сюда на оригинальный коленвал и также померить то есть все то же самое должно быть ну и для успокоения души как говорится померили вот это расстояние данном случае у нас 12 мм смотрим вот здесь здесь у нас здесь у нас тоже как бы ну не в 12 там я немножко 13 миллиметров если точно мы там и там то есть все четко есть 13 и здесь нас на оригинальном оригинальном коленвалу транс миллиметров также вот эти вот шейки тоже ну именно противовесы да тоже померили должно быть ну вот вот в оригинале это 28 вне оригинале тоже 28 то есть все четко коленвал идентичный один в один но также ну не так важно но тем не менее лучше померить тут вот эти вот сез как бы сказать зазор 1 сантиметр вот расстояние шейки вот этой вот со самого где у нас магниток также у нас должно быть соответствовать размером то есть все вот должно соответствовать размеру . ну и здесь соответственно четверочка 40 миллиметров и здесь соответственно тоже у нас шестьдесят шестьдесят четыре миллиметра ну и здесь шестьдесят четыре миллиметра все четко то есть коленвал один в один как на 250 поэтому но 230 50 поэтому можно спокойно ставить и не бояться за то что это все не будет работать для этого у вас должен быть вот такой колено если вам ну как бы неизвестно то то вот я вам даю четкие размеры что здесь у нас 71 самое важное по сути вот вот этот вот шатун сам себе важен именно 71 вот померили все четко коленвал идентичный замечательно следующее если вы ставите неоригинальный поддон неоригинальный данном случае буду ставить неоригинальный поддон значит мы должны поставить уже подшипники на место там где они должны быть и так же значит это все дело промерить поставить наш коленвал на место вместе с подшипник подшипник поставить поддон и он должен вот такой люк небольшой иметь вот ну именно он не должен плотно там сидеть вот вот здесь не должно ничего гулять желательно чтобы он не знаю где-то полтора миллиметра гулял туда-сюда ну миллиметр можно в разных случаях по разному значит ну главное чтоб у нас при этом все четко сидел хорошо без всяких проблем тоже важно немножко не так поставил то есть тоже важно чтобы у нас вот все вот было четко здесь люфтов тоже у нас нет то есть по сути поршневая вполне 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 идентична той которая была вот как только вы убедили что она полностью идентична после этого вы можете собирать поршневую значит по именно катушке зажигания в данном случае тоже есть определенный риск то есть также как и с карбюратором возможно придется менять катушку зажигания или карбюратор возможно поменять ее и обе две вещи как бы знаю так что есть катушки зажигания даже китайской федора работает именно с этой с этой техникой работают даже китайские есть также карбюратора которые абсолютно нормально работают с данным поршнем пусть не оригинально но сделаны по аналогии а следующее что надо сделать значит если вы ставите оригинальную поршневую значит вот эти винты которые прикручивались которые прикручивались вот эта поршневая старая китайская их вообще сюда ставить нельзя объясню почему в данном случае вот здесь вот идет своя резьба именно нарезка резьбы до своей идет но вот она рассчитана под оригинальные болты то есть именно если это оригинальная поршневая особенно если это поршневая был поэтому сюда вот если я закручиваю старый винт от который должен идти он туда вот вообще в принципе не идет тот который с китайцем если мы ставим оригинальный винт он спокойно туда закручивается то есть если вы ставите оригинальную поршневую то четыре винта закручивающий поддон четыре вот эти винта закручивающий потом вот такие же они должны быть только оригинал только оригинал никакие другие вот это опять же очень важно поскольку ну естественно все это надо ставить если это повторно фиксатор резьбы если ты первично и то здесь фиксатор резьбы не надо там вы будете первично нарезать резьбу вот что в общем то важно значит вот надеюсь я вам как бы в первом видео рассказал и показал на что обратить внимание перед тем как в принципе это все собирать ну а все остальное включая там бензобак то есть как его проверять на давление насколько он держит у меня есть и в предыдущих видео могу сказать могу вам показать как я это делаю то есть как проверить бензобак вот эти все резинки вот как проверить сапун еще в этом видео вам покажу значит вот беру вот такой вот прибор у меня есть вы можете взять насос вот и накачиваете давление если сапун давление держит то все хорошо и также откачивать если у нас давление отпускается когда вы откачиваете значит все замечательно сапун полностью рабочий если вы хотите это с помощью рта проверить то туда дуете туда не должно идти если на себя всасываете должно всасываться поэтому в данном случае вот такой вот как бы китайский сапун но абсолютно рабочий значит ну и то же самое мы делаем с помощью вот накачиваем давление в вот сюда вставляем шланг туда и накачиваем давление единственное что это надо делать долго довольно таки потому что потому что там объем довольно таки большой но в данном случае вот у нас стрелочка стоит на месте значит у нас с вами можете еще покачать там где-то примерно до одной атмосферы больше не надо 0,7 атмосфер примерно накачивать и все стрелочка стоит значит у нас полностью исправны это самый бензобак значит как продефектовать ну вот именно идет ли масло значит этому как бы ноу-хау это наверно будет интересно и сервисником но потому что по сути сложнее всего ну как бы это сделать нам кто-то с помощью воздуха делать ну в общем по разному все делают ну я покажу свое ноу-хау как это делается очень просто берется вот дрель вот с насадкой вот такой вот и вставляется вот сюда и ставится на вращение по часовой стрелочке и вращается вот так вот так проверяется подача масла это кто не знал как бы это такое ноу-хау для вас но в принципе на этом видео пока заканчиваю в данном в данной части в следующей части мы с вами встретимся вновь во второй части